Спасибо. И последний вопрос. Президент Азербайджана Алиев заявил, что текст мирного договора с Арменией согласован на 80-90%. Как Москва оценивает ход договоренности между странами? Готова ли наша страна в случае достижения соглашения предоставить свою площадку для подписаний? Я хотел бы напомнить, что важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской республикой и Арменией в целях достижения устойчивого долгосрочного мира в регионе была особо подчеркнута именно в этой формулировке в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 31 октября 2022 года. Также было условлено, тоже принимает статус документа, продолжить поиск взаимоприемлемых развязок на основе имеющихся наработок. Российская Федерация обязалась и далее принимать статус, оказывать этому всяческое содействие. То есть наш подход не только стабилен, но он еще зафиксирован в том документе, под которым стоит подпись нашей страны. Разумеется, что объемы формы такого содействия должны быть приемлемы для каждой из переговаривающихся сторон. В русле достигнутых договоренностей Москва неоднократно принимала раунды Азербайджана-армянских переговоров по проекту мирного договора. Готовы и всегда это подчеркивали делать это и впредь. И далее гарантируем создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций в предпочтительном для них двустороннем формате. Одновременно приветствуем усилия наших казахстанских партнеров, которые инициировали и организовали продуктивную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана-Армении. Она состоялась, как вы помните, 10-11 мая текущего года в Алма-Ате. Также мы рассматриваем заключение сбалансированного мирного договора между двумя нашими союзниками как незаменимую предпосылку для выстраивания в регионе архитектуры неделимой безопасности, устойчивого социально-экономического развития. Мы надеемся на скорейшее преодоление остающихся разногласий и успешное продвижение по другим направлениям нормализации Азербайджана-армянских отношений в русле двусторонних договоренностей на высшем уровне. Судьбу и будущее Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры. И никто извне точно мир и процветание в наш общий дом не принесет, это уже веками доказано. Если у вас все, идем дальше. С нами Лия, телеканал Раштудей.